Сквер русских сказок готов к новогодним праздникам. Сегодня объект проинспектировала специальная комиссия и члены Народного совета при губернаторе. Находится сказочный сквер в парке Северный. Ирина Забродина с подробностями. После того, как в парке Северный открылась площадка с тематическими локациями и фигурами сказочных персонажей из диснеевских мультфильмов, от горожан начали поступать предложения сделать нечто похожее, но только с героями русских народных сказок. К пожеланиям прислушались теперь рядом с заграничным вандерлендом сказочный русский фольклор. Первыми оценили новую зону отдыха те, кто живет рядом. Вот этот кощей бессмертный. Вот эти деревья, которые круги сделаны очень красиво. Да вообще здесь все. Баба ешка там где сидит. Это очень хорошее, я считаю, потому что сейчас дети все смотрят импортные мультфильмы и сказки почти не знают русских. В перспективе планируется разместить возле каждого объекта QR-коды, по которым через гаджет дети смогут узнать, из каких сказок все эти персонажи. Обошелся сказочный сквер в 21 миллион рублей. Средства были получены в рамках федеральной программы формирования современной городской среды. Все сделано хабаровскими умельцами. Малые архитектурные формы выполнены из композитных материалов с применением полимеров и металла. Они достаточно прочные. Конечно, человеческий вес, возможно, выдерживать не будут, но в целом себя будут нести очень хорошо. Создавали сквер русских сказок те же, кто инвестировал в Вандерленд. Но в отличие от коммерческого проекта сюда вход бесплатный. Готовность нового объекта к новогодним праздникам проверила специальная комиссия. Мы видим, что в принципе высокая готовность. Сейчас остается передача в казначейство и передача его в эксплуатацию. Поэтому мы надеемся, что 25 декабря сюда могут уже прийти дети и сказочные персонажи. И будет такая предпраздничная новогодняя неделя. Чтобы фигуры как можно дольше оставались в целости и сохранности, уже сделано ограждение. Планируется также установить систему видеонаблюдения.